Начало 20 века в стране неспокойно. Уровень преступности растёт с каждым днём. Чтобы исправить ситуацию, в 1918 году в структуре милиции создают специальное подразделение. И до сих пор уголовный розыск выполняет задачи по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, собственности и государства. Работа оперативного сотрудника лечёт с собой ряд большой ответственности. Сотрудник колорозов должен всегда первым приходить, как бы стоять на первом рубеже борьбы с преступностью. Она, конечно, очень требует большого временного промежутка, в связи с чем сотрудник колорозов редко бывает дома. Екатерина Демидова в полицию пришла не случайно. Девушка выросла в семье военных. Насмотревшись на подвиги своего дедушки и отца, Екатерина, не раздумывая, решилась связать свою жизнь с погонами. В уголовном розыске она отвечает за поиск людей, пропавших без вести. «Профессия интересная, работа очень интересная с людьми. Каждая история, она индивидуальна. Проникаешься ей, пропускаешь через себя. Это, наверное, даже больше негативный фактор, потому что принимаешься близко к сердцу». Анатолий Васильевич Девитайкин – ветеран уголовного розыска. За 20 лет в полиции он раскрыл не один десяток преступлений и поднялся по карьерной лестнице до начальника уголовного розыска. Анатолий Васильевич с особым трепетом вспоминает свое первое задание, которое было связано с кражами из квартир. «Серия таких краж у нас длилась на протяжении больше года, наверное. Кражи совершались необычно. Проникновения были через балконы домов. Если люди уже где-то начали обеспечить себе сохранность жилища, устанавливали железные двери, то это преступник проникал с крыш домов». Сотрудники уголовного розыска всегда находятся в тени. Их редко можно встретить в форме. Такая специфика профессии. Но именно благодаря их, на первый взгляд, незаметной работе мы с вами можем спать спокойно. «От всей души желаю вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, крепких тылов и оперской удачи. Только вы делаете безопасность наших граждан в этом городе. И от вас зависит раскрытие тех сложных преступлений, которые совершаются в этом городе». Редакция нашего канала поздравляет всех сотрудников уголовного розыска с праздником. Желаем всем оперативникам здоровья, благополучия и спокойной службы. А уже 7 октября свое столетие отметит еще один отдел полиции, штаб ОВД. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазкув, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.